а вы и чем раньше занимались до америке ну жизнь такая она длинная на самом деле у меня очень хороший был бэкграунд с точки зрения то есть замечательная физмат школа 239 санкт-петербург выпускники которые позволяют тебе встречаться в совершенно разных местах мира да не говоря уже штат то есть там едешь в сиэтл смотришь кто живет в сиэтле оказывается что до вице-президент microsoft уже пригласил гость вот потом было очень хорошее образование в лыти на кафедре академии тралфер вообще уникальный человек на самом деле который нобельский лауреат после этого был такой не очень интересный период молодого специалиста вы знаете выполнился был был молодым специалистом а потом я решил уволиться и сказать себе что я хочу поменять специальность то есть я уже менял специальность я стал программистом и причем я был очень удачливым человеком на чем писали я писал ну во-первых зависит на каких компьютерах я начинал писать на электронике 60 да это PDP и LEVON да конечно я писал на них да с магнитной ленточкой конечно на виде накопителя потом были СМ 3 потом Потом появились писишки. И на писишках, что наиболее близко, это был Трубопаскаль Бурландовский. — Я уверен, вы в каком возрасте будете? — Слушайте, я совсем молодой. — Я так смотрю, вроде молодой-молодой, а о каких-то вещах таких рассказываете? — Ну, примерно, как Билл Гейтс. По возрасту. — Я точно как Билл Гейтс. То есть вы где-то годы 56-го? — Нет, я 60-го. — Что я 70-го? — Да, молодой еще. — Да, молодой еще. — Хорошо. — И был замечательный, очень интересный проект. Мы в рамках Академии наук, я писал программное обеспечение для сканирующего туннельного микроскопа. И там был ассемблер, то есть это там было управление автоматизацией эксперимента. А сканирующий туннельный микроскоп — это Нобелевская премия 1986 года. А все это происходило, соответственно, где-то в 87-88 годах. То есть ты всегда был на острие. — Так что один раз я специальность поменял, и очень удачно. — Подождите-ка, а давайте мы вот что. Вот это вот, как бы сказать, новая страна, которую мы не знаем, вот тут. Значит, она вас чем жахнула? — Ну, одним словом, я наслаждаюсь Америкой. — Да нет, новая страна, в смысле после СССР, которая... — А, там? — Там. — Нам говорят, что это другая страна, вы не знаете. Вот вы СССР знаете, а другую страну вы не знаете. — Ну да, там другая страна, там вторая моя жизнь прошла. Я ничего такого негативного сказать не могу. — Но занимались вы чем? — А вот это тоже интересный момент. Я закончил сканирующий туннельный микроскоп в 89-й год. Кто-то в 90-м году приехал в Америку. А я только закончил активно заниматься, и была очень интересная вещь. Во всей Академии наук советской были приборы экспериментов. Так или иначе, были автоматизированы. И они автоматизированы на базе советских вычислительных машин. А тут пошли писишки. И все, конечно, хотели пользоваться новый прибор для управления экспериментом. А как воткнуть американский компьютер в систему автоматизации? Никто не знал. Никто не знал. Интерфейсы не было. Скажем, процессора недостаточно было. Целиком все. И, соответственно, все приборы эксперимента управлялись внутри системы камок. Была такая ситуация. И я со своим приятелем по 239-й школе мы разработали Владу, которая позволяла в качестве интерфейса соединять PC-шку, выбрасывать советские компьютеры и управлять приборами эксперимента. Это был первый бизнес на самом деле. Ну, хорошо. Последние годы что вы делали? А последние годы, ну, это такой коммерческие какие-то проекты, связанные, ну, может быть, с определенными глобальными логистическими какими-то вещами. Окей. То есть можно и так жить тоже? То есть нельзя что-нибудь купить и продать? Ну, можно и так жить, но всегда все-таки возникает вопрос, когда у тебя подрастают дети и когда ты во взрослом состоянии, не в 20 лет, то ты, конечно, и когда ты много ездишь и можешь сравнивать, то ты понимаешь, что ты своему ребенку не хочешь плохого. Ты хочешь, чтобы ему было лучше. Ты где-то в Америке? А? Дети сейчас, сколько детей у нас? Ну, дочка одна, ей 16 лет, она отлично закончила 9 класс у нас. В Битере? Нет, здесь. Уже тут. Уже здесь. Причем из 9-й grade, там человек 150, по английскому языку, она мне примером определенным слушает, по английскому языку две грамоты. Так. Из них одна была русская девочка Даша Нахапсу. Угу. Ну, что же. Хорошо. Хорошо. Хорошо, конечно. Так что оставил своих девочек в обстоятельстве. Но они там не скучают в обстоятельстве? Ну, скучают, конечно, но что делать? Но план такой, что вы возвращаетесь, не то что. Или вы вообще куда-то еще, может быть, поедете? Нет, мы никуда не поедем. Мне очень нравится Нью-Йорк и пользуюсь вашими рекомендациями. Я Нью-Йорк, я имею ввиду штат Нью-Йорк. Да. Апстейт. Мы очень любим Апстейта. Там очень нравится погода, там на самом деле климат. И, по-дайсу, я посмотрел, там полно предложений. Полно. И, конечно, быть на острие науки очень интересно. Я посмотрю, что у меня будет получаться здесь, в Силиконовой долине. Но я допускаю ситуацию, что здесь будет намного интереснее, и я семью притащу сюда. Но вот на текущий момент... Для девочки мне здесь, кажется, хорошо, потому что здесь девчонок не хватает. Они такие дефицитные и растопыренные, прямо такие переборчивые. Но у меня девочка, она такой пацанистого вида, не вида, а характера человека. Она боевая, она заводила, у нее там уже своя банда в школе. Они там какие-то мероприятия проводят. Ну, прежде всего, потому что она конным спортом активно занималась и занимается. Да, мы привезли даже с собой лошадь. А как лошадь? Лошадь в салют поставили. Живую? Живую. Ну, как лошадь переносит эмиграцию? Лошадь эмиграция замечательно. Ну, хорошо, давайте мы тогда, может быть, попрощаемся с нашими зрителями. Я думаю, вы там пока будете учиться, заодно им расскажете, как вообще все это происходит. И там Питеру привет передавайте. Апстейту. Апстейту. И, в общем, что называется, мазалтов. Хорошо, ребята, удача. Готовьтесь к школе. Имейте планы, которые будут выполняться. Всего хорошего. Пока.